Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Вчерашние данные, опубликованные в начале американской сессии, показали смешанную динамику. В первую очередь стоит отметить более низкие, чем ожидания, данные по росту базового индекса цен в США за прошлый месяц, которые ставили плюс 0,1%, при ожиданиях 0,2%. Также более слабыми оказались данные по индексу производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии 7,6% против 8 пунктов, которые ожидались. Данные негативные, то есть хуже, чем ожидаемые данные, были скрашены в принципе позитивной динамикой на рынке недвижимости США. Так, разрешение на строительство было выдано на 1,229,000, что было больше ожиданий, составлявших чуть менее 1,2,000. В целом же укрепление американского доллара, которое можно было увидеть на часовом графике данной валютной пары, в основном состоялось благодаря как в целом укреплению американской валюты за последнее время, так и высказываний Джанет Йеллен, уверенных в высказывании о необходимости поднятия процентной ставки уже в ближайшем декабрьском заседании, ибо такое промедление может стоить дорого американской экономике в виде повышения долгосрочных рисков, как выразилась госпожа Йеллен. Тем самым мы могли заметить, что в конце европейской, в начале американской сессии было пробито сразу два уровня 0,7-0,8 и 0,6-0,14. В целом же можно заметить, что индекс доллара достиг максимальных значений за 14 лет, тем самым было показано, безусловно, на большинстве рынков укрепление американской валюты, что по данной валютной паре привело к обновлению минимумов этой недели, этого месяца, в принципе. И поэтому можем сейчас заметить, что котировки консолидируются ниже уровня 0,6-0,14. В целом же сегодня новостной фон является нейтральным. В 10.30 ожидается выступление Марио Драги, но данные события вряд ли повлияют на рынок евро, по причине того, что это будет всего лишь его речь на 26-м банковском съезде, который стоит в Германии. То есть маловероятно, что будут сказаны какие-то новые детали по поводу политики Европейского Центрального Банка. В целом уже будут осмотрены основные риски для банковского сектора и, безусловно, его дальнейшие перспективы развития. Тем самым, учитывая нейтральный фундаментальный фон, а также укрепление американской валюты, рекомендую заключение сделок на продажу от уровня сопротивления 0,6-0,14 с дальнейшей фиксацией у поддержки 1,05-28. Субтитры создавал DimaTorzok